История поселений Заполярного района в судьбах и лицах. Поселки-искатели торжественно презентовали новую книгу, посвященную 15-летнему юбилею самого крупного в Ненецком округе муниципального образования. Подробности далее. Автор книги Инга Артеева принимает поздравления. Состоялась презентация ее работы «Заполярный район. Люди и дела». Был проделан большой путь. Исследованы населенные пункты округа. До многих добраться не так-то просто. Проведены часы за разговорами с местными жителями. Они с любовью делились историями, показывали свои деревни и села, советовали, к кому лучше обратиться за ценной информацией. Хочу выразить признательность всем людям, которые живут на этой земле, и которые за время работы над книгой стали для меня родными. Это и почетные граждане, это и члены сельских советов, и простые жители. Книга издана в честь 15-летней годовщины со дня образования Заполярного района. В ней рассказано о становлении и жизни района со дня его основания. Отражены основные аспекты развития муниципальных образований. Когда рождалась идея, и когда депутатский корпус у нас выступил с предложением сделать книгу о Заполярном районе, с тем, чтобы можно было рассказать, мы думали об концепции, концепция была одна – о людях и их делах. В состав Заполярного района входит 19 поселений. И книга задумывалась как сборник истории о судьбах проживающих там людей. Книга прежде всего о людях, о тех людях, благодаря которым район проходил становление, и сегодня он такой, опять же, благодаря тому, что трудились люди. Это их трудами, это их руками создается история района. Издание этого труда стало возможным благодаря грантовой поддержке. Помимо книги была представлена и настольная игра. В процессе ее участники познакомятся с населенными пунктами и узнают чуть больше об известных личностях Заполярного района. Напечатано 500 экземпляров игры, которые будут переданы в школы и детские сады муниципальных образований. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».